Друзья мои, доброе утро! Господи, какое счастье! Сегодня у нас выходной день, выглянуло солнышко наконец-то. Так здорово стоять у окошка, оно прям греет так классно. Я думаю, меня сейчас поймут жители Москвы, потому что у нас, как обычно, в будни хорошая погода, солнце, а вот в выходные обычно трешатина какая-нибудь. Сегодня я планирую первую половину дня заниматься собой, приходить в себя. Ну и окна надо помыть после зимы, судя по всему. Пора уже. Ну, в общем, поехали! Смотрите, какое кому повезло. Муж купил беконине лежанку, которую он уже, как видите, полностью-полностью своей шерсть обвалял. Здравствуйте! Бекон, я бы тебя, конечно, попросила помахать в камеру, но я вижу по твоему виду, что ты не в восторге от этого предложения. Ну, не смотри на меня так сурово, пожалуйста. Самое ужасное в этой лежанке то, что сейчас весна, все животные линяют, и вот это, это полный, конечно, трындец. Ее просто невозможно пропылесосить до конца, она вся в шерсти вечно, и я прям не знаю. Но с другой стороны, что делать? Ему вроде нравится, так что пылесосим ее каждый день, а что? Те, кто смотрит мои влоги, те знают, что не так давно я была на презентации компании Philips. Они презентовали, собственно, вот такую вот милую штуку. Это фотоэпилятор для домашнего использования Philips Lumia, он называется. Использоваться им, ну, скажем так, довольно не то чтобы проблематично, но это не так просто, как мне показалось на первый взгляд. Дело в том, что его нужно использовать один раз в две недели, и при этом у вас ноги должны быть уже без волос. То есть вы их обрабатываете при помощи бритвы, или, как это делаю я, например, при помощи крема-депилятора. Я использую от Evelyn, самый дешевый. Я его купила, если честно, по акции в подружке где-то, вот, наверное, с полгода назад. Сразу миллион штук, еще половину маме раздала. Ну, в общем, не суть. Я удаляю все волоски там, где они довольно темные, потому что, ну, в этом, собственно, и проблема фотоэпилятора в том, что он сработает, если у вас волоски довольно темные на контрасте. То есть, вот, у меня сейчас третья процедура, я не скажу, что я вижу... Беко, ну, отстань. Я не скажу, что я вижу какой-то прямо суперэффект. Единственное, что я сейчас вижу, это то, что волосы где-то, в каких-то местах просто не растут, и островками. Островками пока полностью эффекта избавления от нежелательных волос я не вижу. Ну, обязательно плотно нужно прижать кожу, дождаться, пока загорится наверху зеленая лампочка, и тогда уже сделать вспышку. Самое главное – это плотно прижать. Для того, чтобы полностью ноги обработать, у меня это занимает минут пять, наверное, на каждую ногу. Это полностью, не только вот эта вот часть. Никаких там дискомфортных ощущений не вызывает. Самое главное – просто подобрать вот здесь вот свою температуру, чтобы вам было уже комфортно. Это у меня, к сожалению, солнце у нас тут уже зашло за тучки, поэтому так темно. Никакого дискомфорта, все очень хорошо. Вот в этом плане все круто. Осталось только дождаться результата, и я буду самым счастливым человеком на свете. Вот за что я люблю субботу, так это за то, что я могу полежать в ванной и посвятить хотя бы половину дня только себе любимой. Я вам хочу показать свои любимые, так сказать, банно-ванные предметы, косметики, которые меня очень-очень сильно спасают, выручают и возвращают мне внутреннюю гармонию, которую отбирает у меня рабочая неделя. В первую очередь это масла от Веледы. Я очень их люблю. У меня вот сейчас я использовала вот это с лавандой, у меня есть еще с розой. Для меня это просто одно из самых лучших средств для расслабления. Я добавляю его в горячую ванну, вот прям где-то со столовую ложку, и оно возвращает мне просто веру в себя, если честно. Следующий фаворит – это у меня уже вторая упаковка. Это масло для душа от Локситан. Если кто-нибудь знает что-то похожее на бюджетнее, пожалуйста, расскажите мне. Ну и хватает его все же довольно надолго, он довольно экономичен. Первой упаковки мне хватило, ну, практически на всю зиму, за исключением того, что я использовала его в комбинации с другим средством от Веледа. Для лица. Для лица у меня, мне очень нравится использовать вот эту пилинг-скатку, я вам уже рассказывала про нее. И вот эту маску, я их использую, ну, наверное, как бы в паре, сначала пилинг-скаткой прохожусь по лицу, убираю все омертвевшие частички, а потом уже использую маску для лица. И вот эти вот товарищи мне очень-очень сильно нравятся. Из последних, не знаю, принятий 7-10 в ванной я использую их, чтобы привести в порядок кожу лица. Для того, чтобы привести в порядок кожу тела, я использую вот эту вот потрясающе позитивную баночку. Это крем для тела от Kiehl's. Почему баночка такая позитивная? Потому что крем их стандартный, взбитый с соевым молоком и медом. Бодибаттер, да, он у них называется. Это просто упаковка из ограниченной, лимитированной версии. Ее разрабатывал наш отечественный дизайнер. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, как его зовут, но я думаю, внизу там в комментариях напишу. Средство представлено всегда в Корнере Kiehl's, но у него несколько иная упаковка. Я только сейчас поняла, что впервые за этот влог я наконец-то оказалась перед вами лицом к лицу, так сказать. Мы решили, ну как решили мы прям, как будто у нас был выбор. У нас традиционная весенняя забава про коли всех животных. Так что коты у нас оба запиханы в одну сумку. Собака безумно счастливая едет в багажнике. Ну пока еще не едет, пока только утрамбовывается туда. Но я вам что хочу сказать, меня тут все-таки умудрился поймать курьер. И мне наконец-то впервые в жизни не стыдно показать вам коробку. Обычно курьеры доставляют в каких-то жутких белых пакетах а-ля почта. И это все очень не красиво. Но тут впервые в жизни красивая упаковка. Я знаю, что там, но давайте я вам еще покажу. Смотрите, какая красота. Вроде так все просто, но если честно, так приятно держать это все дело в руках. Давайте посмотрим, что там внутри. Найди, найди, найди. Так, те, кто смотрит меня давно, те, кто следит за тем, чем я ухаживаю за своей кожей, те уже поняли, что я несколько отошла от обычных, ну скажем так, знакомых всем марок. И мне что-то стало вот по приколу исследовать что-то новое. И вот теперь я наткнулась вот на такую марку и решила попробовать свое знакомство с ней с очищающего бальзама. Я думаю, наверное, мы с вами в этом же видео проведем тест-драйв этого средства. Сейчас вернемся со всех своих дел и будем пробовать смывать макияж этой штукой. Как вам идея? Вы посмотрите, они впервые в жизни нашли общий язык. Ну просто потому, что им некуда деваться. Наконец, да, да, не жалуйся, чуть-чуть осталось. Какой ты противный кот. Нельзя быть таким противным. Ты джентльмен или кто? Мы приехали уже к моей бабульчике абсолютно замечательной. Тут у нас даже Беконина с нами пошел вместе. Я вот в чем я? Вот я даже не знаю, мне так неудобно. Из-за того, что здесь экран откидывается вниз, я даже не знаю, что я там снимаю. Что-то нам не открывают. Нам не рады. Куда потом? Это мы! Это у меня муж так топает, это не я. Ну хотя я тоже так могу, я даже кромочу могу. Плешивая, плешивая собака. Поэтому этой собаке решили корм сменить. Как видите, плохая идея, очень плохая идея. Ну что, как видите, я уже дома. В привычном для себя месте. Около любимого холодильника. Мы успели уже и по магазинам пройтись. Я успела купить себе энное количество вещей на весну. Ну, прям, наконец-то солнышко выглядывает. Все так здорово, так хорошо. А еще я специально усилила макияж. Делала прям такую насыщенность макияж. Потому что, ну, очень хочется мне прям конкретно протестировать вот эту коробочку. Коробочку, да. Ой, я просто еще не открывала, а внутри все так красиво упаковано. Здесь есть такая лопаточка. А сам крем, чтобы вы понимали, упакован вот в такую прелестную... Я пока еще не поняла, что это. Пахнет вкусно натурально. Больше натурально, правда, чем вкусно. Но, в принципе, приятно. Способ применения. Небольшое количество бальзама. Тереть кончиками пальцев на кожу лица. Выбученную в горячей воде легкую ткань приложить к лицу. Оставить на несколько секунд. И круговыми движениями удалить остатки косметики. После ополоснуть лицо холодной водой. Подходит для всех типов кожи. Прям плавится под пальчиком. Такое масляное, очень приятное ощущение. Сейчас я все сюда затру. Я здесь пытаюсь ничего особо не тереть. Просто нанести побольше масла. Брови я не буду стирать. Честно, я тут, наверное, для эксперимента только вот эту вот часть обработаю. Посмотрим, как оно будет. Вот уже чувствую, под пальчиком отходит. Я, наверное, сейчас такая панда. Блин, мне аж страшно. Зачем мне вообще в голову пришла эта идея? Зачем я сказала об этом? Ну да ладно, все, обратного пути нет. Ну, как видите, я уже успела сбегать, намочить в горячей воде вот эту тряпочку, приложить ее, сбегать за зеркалом, чтобы хотя бы проконтролировать результат. То есть где-то я ее держу уже около минуты. Давайте посмотрим, что я там смыла. Ой! Ху-ху-ху! Глаз на самом деле выглядит покрасневшим, но если сравнивать вот с этим, они одинаково красные. Тени снялись все. Тональная основа вот с этого участка тоже все ушла. Но единственное, что здесь я, конечно, не очень качественно все убрала. Вот сейчас, сейчас одноглазный Джо вам будет вещать о том, как он любит масляные способы изнятия макияжа. Это я поняла, на самом деле, после использования гидрофильного масла для лица из корейской косметики. И тут мне захотелось, ну, чего-то такого похожего, но немножко другого какого-то способа очищения. И вот наткнулась я на вот такое вот средство. Мне показалось очень интересным подобный метод использования. Наверное, вы заметили, что в последнее время меня немножко так повернуло именно на ухозе. Очень-очень мягкая кожа. То есть нет чувства стянутости даже вот здесь вот. У меня обычно вот здесь вот. Если я ничем не намажу, такое чувство стянутости не очень приятное. Девчонки, рассказывайте о том, как вы снимаете макияж. Может, у кого-то есть такое же средство, как оно вам в долгосрочной перспективе. Влияет ли оно как-то на кожу или не влияет? В общем, рассказывайте мне, к чему мне вообще быть готова. Потому что мне понравилось. Все, одногласый Джо желает вам хорошего дня. Проводите правильно свои выходные дни. Обязательно рассказывайте, что у вас в планах на сегодняшний выходной день. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok